Привет ребят, у микрофона Хомиш, и сегодня я порадую вас свежим выпуском новостей технологий. Мы поговорим про все последние новинки. Тут вам и 13-е поколение процессоров Intel Core, которые уже вот-вот официально покажут, и реальная производительность 7-тысячных Ryzen, которые уже на днях должны будут появиться на полках магазинов. И конечно, я не забываю про видеокарты. Появились новые детали 4000-х RTX и запоздавших Intel Arc. Короче, будет интересно, выпуск само собой разбит на клавы, и ребят, обязательно проверяйте подписку на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Некоторые из вас наверняка задумывались о покупке Windows. Это очень выгодно, можно сделать в магазине cdksales.com. Вот вам к примеру OEM-ключ Windows 10 Pro за 23 бакса. Нажимаем купить сейчас, переходим в подтверждение заказа, и здесь у меня для вас есть промокод HM25 на 30% скидку. После его применения ценник снижается до 16 долларов. Далее выбираем способ оплаты, прямо сейчас из-за санкций работает только Kiwi, но я думаю для многих это более чем удобно. Подтверждаем заказ, получаем заветный ключ, переходим в параметры, в раздел «Система», вводим ключик, и вот ваша система наконец активирована. Все ссылки будут в описании, и помимо десятки можно приобрести и Windows 11, либо Microsoft Office, и еще много-много всего интересного. Новинки AMD, процессоры Ryzen 7000 серии, уже вот-вот появятся на полках магазинов, и в теории даже до нас они доберутся достаточно быстро. В то же время AMD официально сняли эмбарго на обзоры и тесты этих процессоров от различных популярных ресурсов. Я лично решил ознакомиться с тестами от Gamers Nexus, Hardware Unboxed и Toms Hardware. И если что, в описании я оставлю ссылку на статью с videocards.com, где доступна таблица с огромным количеством различных обзоров и тестов. То есть самые заинтересованные могут вникнуть во все детали, а я лишь пробегусь по основным моментам, которые были интересны лично мне. Во-первых, да, новенький Ryzen 9 7950X, топ в этой линейке, во время стресс-теста потребляет аж 250 Вт энергии, что сопоставимо со стоковым состоянием i9-12900K. Короче, все опасения подтвердились, новый 16-ядерник по-настоящему прожорливый. Но и прирост производительности вас реально порадует. Вот, к примеру, что получилось в CSGO. 434 средних FPS против 372 у 12900K и 342 у 5900X и 5800X 3D. Все это в сочетании с DDR5 памятью на частоте в 6000 МГц. Однако, такие хорошие цифры вы увидите далеко не во всех играх. Вот, к примеру, Rainbow Six Siege, где 7950X чуть быстрее 5800X 3D, но отстает от 12900K, хоть и совсем незначительно. В то же время, ребятам с Hardware Unboxed в руки попал Ryzen 5 7600X, который порадовал в той же CSGO, отравшись от всех возможных конкурентов. Но вот по итогам тестирования в 12 играх он уступил лидерство 12900K с хорошей разогнанной DDR5 памятью. А вот, к примеру, что вышло у Tom's Hardware. В среднем 7950X и 7600X отстают даже от Ryzen 7 5800X 3D, и в то же время держатся на уровне с i9-12900K. Мягко говоря, это странная история. Просто, для разнообразия, вот вам тесты из 6-го Far Cry, где новинки показали себя хорошо, а вот Formula 1 2021, где тоже все очень даже неплохо. Но если мы посмотрим, к примеру, на Hitman 3, здесь однозначно лидирует разогнанный 12900K. А еще очень часто встречается такая картина, как в RDR2, где 5800X 3D обгоняет абсолютно всех. Если не верите, вот точно такая же ситуация в Microsoft Flight Simulator. В итоге можно сказать следующее. Мы получили вполне себе хороший продукт. Скачок производительности от 5000-го семейства ощутимый, но вот в сравнении с 5800X 3D, особенно в играх, все не так однозначно. Также, я думаю, со временем появится больше биосов, различных оптимизаций, и производительность 7000-х Ryzen'ов подтянут. Но на сегодняшний день чего-то прям фееричного не наблюдается. Особенно огорчают аппетиты 7950X. Кстати, энтузиасты разогнали топовую новинку под жидким азотом до 6,7 ГГц. Все ядра остались активными, и в таком случае 7950X набрал более 50 тысяч баллов в Cinebench R23 в многопотоке. Что можно считать рекордом среди потребительских процессоров. Да, конечно, тридрепперы могут больше, а серверные эпики так и вовсе. Но пока единственный конкурент у 7950X это 13900K, который все равно хуже по многопотоку. Хоть и безусловно очень хотелось бы увидеть прямое сравнение конкретно в играх 13-го поколения процессоров Intel Core с 7000-ми Ryzen'ами. А дополнить тему с AMD-шными новинками я бы хотел официальным материалом касательно интегрированной графики в эти процессоры. Вот вам разъяснение по поводу кристалла ввода и вывода. Мы можем рассчитывать на интегрированную RD-ный вторую графику, обновленный Infinity Fabric, DDR5 память, 28 линий 5-го PCI-Express. И конкретно в случае с графикой имеется кодек AV1, поддержка DisplayPort 2.0, HDMI 2.1. Короче, все актуальные стандарты, форматы и интерфейсы поддерживаются новыми процессорами, благодаря обновленному кристаллу ввода и вывода. Параллельно с тем, Intel на днях готовится провести презентацию 13-го поколения своих процессоров Core семейства Raptor Lake. Вот как будет выглядеть коробка топового i9 13900K. Сохраняется стиль из прошлого поколения, но все же имеются некие отличия. Модельный ряд также известен, эта информация закрепляется от новости к новости. Какого-то прям чуда не произойдет, но все же порадуют новые пиковые частоты. И, конечно, удвоенное количество эффективных ядер. В остальном 13-е поколение это просто хорошо обкатанное и оптимизированное 12-е. На днях новинки отметились на британском Амазоне, и здесь с ценами тоже все более чем понятно. 750 фунтов за топ, 550 за пред-топ и 350 за средняковый i5, который по сути является самым младшим в новой линейке. Ведь все процессоры, что идут ниже, это те же самые олдеры. Также в сети появились официальные тесты 13900K в сравнении с 12900K. Вот что получается в синглкоре во всех возможных синебенчах, а вот что в многопотоке. Прирост очень серьезный. Конкуренция Intel с AMD выходит на новый уровень. Также вот сравнение в различном софте и бенчмарках, где по заявлениям Intel в среднем получается 40% прирост производительности. А для закрепления вот еще и тесты из CSGO, которые получаются от 10 до 15% прироста производительности. А еще новенький топ закрепился в пасмарке, где он уверенно занял первое место. До этого лидировал 12900KS, теперь он на втором месте, а на третьем i7-13700. Короче, суть я думаю вы поняли. Синие процессоры практически полностью готовы к выходу. И даже на полках магазинов они появятся через пару недель после 7000 райзенов. А вот к видеокартам Intel Arc остается очень много вопросов. Ведь изначально синие обещали выпустить весь модельный ряд до конца лета. Да, не спорю, сентябрь также называют бабьим летом, но уже даже он заканчивается, а ни Arc A750, ни A770 в продаже все еще нет. Хотя Intel с каждым днем рассказывает о них все чаще и чаще. Уже имеются, как и точные характеристики, десятки раз подтверждающиеся. И полное понимание, что будет представлять из себя печатная плата, которая выглядит вполне себе неплохо. И система охлаждения Founders Edition A770 и A750, я бы сказал, выполнена на должном уровне. Но опять же, это все по заверениям Intel. Тем не менее, вроде как 30 сентября спадает эмбарго на распаковке, а уже 5 октября появятся первые обзоры. Надеюсь, после этого мы сможем сделать хоть какие-то выводы. И если условная A750 действительно окажется на уровне 3060 и появится в магазинах тысяч так за 25, я думаю, о такой видеокарте вполне можно задуматься. Хотя, какой бы там смысл, если уже были показаны 4000-е RTX и также 7000-е Родионы где-то на горизонте, а актуальные 6000-е Радики и 3000-е RTX серьезно дешевеют. Повторюсь, уже в сотый раз. Intel со своими видюхами опоздали, ну, как минимум на год. Хоть и безусловно, чем больше игроков на рынке, тем интереснее за всем этим следить. Кстати, вот как выглядит печатная плата RTX 4090. Да, она получилась в таком же стиле, как и были прошлые карты. Просто для сравнения, вот 3090 Ti, как говорится, найди 10 отличий. Тем не менее, вроде как в новинках подтянули Power Management, само охлаждение стало еще монструозней, и вентилятор подрос, и радиатор. А что же до нового GPU? Здесь стоит обратить внимание на детали. Вы только посмотрите, сколько на себя транзисторного бюджета забирают RT и тензорные ядра. Если бы на место их поставили бы обычные вычислительные блоки, то есть худоядра, то в сумме их получилось бы больше 30 тысяч. Но это так, скорее просто для ознакомления. Смысл в том, что только туповый AD-102 можно считать по-настоящему новым GPU. Ведь AD-103 это тот же J-102, переведенный на 4-х нанометровые нормы и с обновленной архитектурой, а AD-104 это тот же самый J-103, опять же переведенный на 4 нанометра и с обновлением архитектуры. То есть, ребят, только от 4090 и будущей 4090 Ti плюс, возможно, 4080 Ti можно ждать по-настоящему серьезного прироста производительности. А что же до остальных карт? Они окажутся процентов на 20-30 быстрее аналогичных моделей, но без чудес. А порадует только дело с S3, которому тоже есть вопросы. И по этому поводу есть хорошее видео на канале Этот Компьютер. Если вдруг вы его не видели, то гляньте прямо сейчас по подсказке. Технология, конечно, крутая, но именно она количество кадров в секунду превращает просто в цифру. Возвращаясь к GPU на архитектуре Ada Lovelace, я бы хотел остановиться на количестве транзисторов и площади кристалла. AD-103 и AD-104 в своих полных конфигурациях получают 80 и 60 SM-блоков соответственно, против 144 у топового AD-102. Именно потому я и говорю, что лишь топовый чип даст реально высокий уровень производительности, а всё остальное это хорошо прокачанные и обновлённые амперы, но с такими же огромными RT и тензорными ядрами, на что указывает количество транзисторов. Почти 36 миллиардов у AD-104 и почти 46 у AD-103. При достаточно компактных кристаллах 380 и 295 мм квадратных, кстати, 4090 от Gigabyte уже можно приобрести в Гонконге, но за серьёзный оверпрайс. Переводя в доллары за топовую новинку, прямо сейчас придётся выложить 2,5 штуки. Оверпрайс, но зато здесь и сейчас. Кстати, некоторые телеграм-каналы прямо сейчас принимают предзаказы на 4090 за более-менее вменяемые деньги. От 1680 долларов до 1710. Их отгрузка состоится 10 октября, как раз в Гонконге, после чего до нас эти карточки смогут доехать примерно в течение месяца. Какие-то ссылки я оставлять не буду, нет, это не реклама, а просто так имеется понимание, какие будут итоговые цены на эти новинки. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, да касательно других новостей в том числе. А также обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы остаться в курсе всех новостей. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч.